Всем привет! Я рад вас видеть, несмотря на столь поздний час для сегодняшнего доклада. Я рад, что я составляю такую конкуренцию для кликхауса, который идет в соседнем слоте. Сегодня я в ближайшие 40 минут вам поведаю о том опыте, который мы испытали, когда строили свою систему аналитики внутри нашей компании Sandbird. И небольшой дисклеймер, как водится, это не best practice, это наш опыт. Мне кажется, он позитивный, и именно поэтому я его здесь вам буду рассказывать с какими-то выводами, которые мы сделали на этом пути. Немножко про меня. Я уже почти 10 лет занимаюсь разработкой программного обеспечения. Большая часть моего опыта связана с рафинированным бэкэндом. Я разрабатывал на Java. И большая часть моего опыта связана с инвестбанкингом. Специфическая сфера. Два года назад я пришел в компанию Sandbird, и мне предложили попробовать построить систему аналитики. Это то, чем я до этого не занимался никогда. Поэтому опыт он такого начинающего аналитика-строителя. Ну и, собственно говоря, давайте перейдем уже немножко ближе к докладу, к самому. Внезапный вопрос. Я уверен, что здесь все имеют хотя бы один парфюм. А поднимите руки, у кого есть хотя бы два парфюма дома, которые они используют. Ага. А три парфюма и больше. Так, а теперь смотрите, такой вопрос. А кто из вас когда-либо ходил в парфюмерный магазин, покупал парфюм? Он казался прямо классный, вообще огонь. Приходили домой, пробовали и фейл. Отставляли и не использовали. Ну, короче, вот эти четыре человека, вы как раз наша целевая аудитория. Значит, компания Sandbird. Чем мы занимаемся? На слайде наш продукт. Это то, чем мы зарабатываем и для чего мы живем. Это кейс, в котором находится колбочка с парфюмом, объем 8 миллилитров. Одни ребята на YouTube делали анбоксинг, и они посчитали, что 8 миллилитров – это 120 пшиков. Ну, примерно как-то вот у них такие метрики. И они решили, что да, окей, это где-то на месяц хватает. Суть сервиса в следующем, что цена ошибки при покупке парфюма в большой емкости в магазине, она достаточно высока, и чтобы снизить ее, можно подписаться на сервис, выбрать парфюм, который вы хотите получить, каждый месяц получать какой-то новый парфюм, который вы хотите попробовать. Если вам нравится парфюм, то вы покупаете уже полноразмерную бутылочку с этим парфюмом. Не нравится – пробуйте дальше. Понравился – купили полноразмерную бутылочку. Ради бога, никто не мешает дальше продолжать выбирать что-то еще. Чем пользователи продолжают увлекаться и делают это. Собственно говоря, у нас подписочный бизнес по доставке парфюма. Делаем мы это в США, и на данный момент у нас около 270 тысяч активных пользователей. Это те, кто заказывает парфюм каждый месяц. Работаем мы с 2014 года. А теперь немножко про нагрузку, которая у нас есть. Около 100 тысяч сессий у нас в сутки проходит на наш сайт, и эти пользователи делают где-то полмиллиона событий в сутки. Не хотите, какие нагрузки, но дает вам представление о том, что у нас происходит. Немножко про техническую команду. Мы состоим на данный момент у нас почти 50 человек. Техническая команда работает удаленно в разных часовых поясах. Это отдельная тема разговора, как мы там ухитряемся друг с другом ладить. Но есть у нас хед офис в Нью-Йорке. Там находятся в основном бизнесовые ребята. Связано это с двумя причинами. Прежде всего, мы доставляем и делаем бизнес в Штатах. И второй момент. Многие парфюмерные бренды имеют свои штаб-квартиры в Нью-Йорке, и чтобы с ними договариваться о такой модели бизнеса, нужно часто вести разговор фейс-то-фейс. Что важно для сегодняшнего доклада, то что мы живем в Амазоне. Мы живем в амазоновском облаке, и это достаточно сильно влияет на выбор решений, которые мы начинаем делать. Немножко про специфику подписочного бизнеса. Вообще любого, не обязательно нашего. В отличие от обычного e-commerce сайта, где разовая покупка, она включает в себя маржу, которая оправдывает существование бизнеса, а в подписчик-бизнесах это не так. Одна покупка, она убыточна. Вам необходимо приводить пользователя снова и снова на сайт, чтобы делать повторные покупки. Обычно нужно 3, 4, 5, 6. У всех сервисов по-разному. Количество покупок разное. Дальше. Важный момент, который здесь тоже присутствует, это то, что большая часть клиентов, подавляющая часть клиентов не хочет коммититься деньгами. Они не хотят покупать вперед, например, на 6 месяцев ваш сервис, на 12 месяцев. Они покупают сервис помесячно с возможностью уйти в любой момент. И это заставляет вас постоянно находиться в определенном напряжении, потому что у вас в этом месте все хорошо, в следующем люди могут уйти. Когорты. Это основа аналитики в подписчных бизнесах, потому что это очень естественный способ анализа такого бизнеса, как подписка. Но когорты с точки зрения технической реализации требуют большое количество исторических данных и не так просты с точки зрения обсчета этих данных и приготовления этой метрики на мощностях базы данных или какого-то другого сервиса. Ну и как средство этого всего нам необходимы исторические данные в большом объеме. Больше, чем для обычного e-commerce сайта. Мы должны собирать это все. Теперь немножко уйдем на два года назад. Я пришел в Синберт, и мне предложили попробовать построить сервис аналитики. Все начиналось вот с такого сетапа. Ничего сложного. Это основной сайт, который кидает веб-статистику в Mixpanel и Google Analytics, пишет свои данные в Postgres, и сбоку пристроен самописный портал, который строит какие-то отчеты по продажам, делает какие-то построения, графики. Все это читает из той же базы, которая у нас была для нашего основного сайта. Как-то работало. Вот как-то так. Это скриншот нашего дашборда на нашем самописном аналитическом портале. Иногда все выглядело действительно именно так, потому что причины ясны. Одну базу шарят между двумя сервисами. Аналитические запросы достаточно тяжелые. Ну и мы тоже не совсем опытные ребята. В основном у нас бэкэнный опыт. И с SQL мы иногда творили такие вещи, которые нам казались вполне нормальными, но иногда мы стреляли себе в ногу. Вот я сейчас небольшой пазлер вам дам. Вот смотрите. Обычный SQL-запрос. Ничего сложного. По большому счету, если мы посмотрим на… Ой-ой-ой. Сложно наводить. Ладно, не буду. В общем, первая строчка. У нас SQL-запрос очень простой, который ограничивает выборку по дате, ну или по таймстэмпу. Любой запрос в аналитике, практически любой. Он так или иначе вращается вокруг поля даты. Для ускорения мы делаем индекс практически по дефолту всегда на это поле. Все работает, все классно. Потом, как я уже сказал, у нас в Нью-Йорке ребята сидят и смотрят на эти данные, которые находятся в UTC-таймзоне. И они говорят, ну как бы нам бы хотелось в Нью-Йоркской таймзоне смотреть на эти данные, давайте что-то сделаем. Мы говорим, не проблема. Пробегаемся по всем нашим SQL-запросам, делаем кастинг и переключаем на Нью-Йоркскую таймзону. Вопрос. Что происходит? Все происходит. Да, вот здесь правильно говорят. По нашим замерам запросы начинают работать где-то на два порядка тяжелее. Почему так происходит? Вот здесь я чувствую, сидит специалист. Есть идеи? Индекс не используется. Да. А почему индекс не используется? Да, абсолютно верно. Ну, я не слишком силен в том, что происходит под капотом баз данных, но на пальцах у нас фактически виртуально появляется новая колонка, да, куда мы скастили данные в Нью-Йоркской таймзону и, соответственно, на ней просто индекса нет. Вот так вот мы себе иногда стреляли в ноги. Это абсолютно реальный случай и абсолютно как бы вот из моей практики, как мы делали поначалу, набираясь опыта. Ну, собственно говоря, пройдя этот этап, мы пришли к выводам, которые мы решили обобщить и понять, что у нас происходит. Что мы узнали? Прежде всего, мы научились делать первые метрики. Мы построили первые когорты, узнали, как это работает. Нам стало понятно, что это не так просто. Есть какие-то вещи, которые действительно не так просты в аналитике. Что еще важно, что перформанс у нас так себе. У нас был случай, когда мы запилили когорты и дали пользователям на растерзание. Один пользователь взял и решил построить когорту за 4 года. Он ее не дождался. Через 15 минут балансировщик отрезал его соединение. Я потом, уже сам поигравшись, узнал, что такую когорту нужно строить 45 минут на нашем сетапе, что как бы вообще неприемлемо. Мы прокачали навык SQL, как я показывал на предыдущем слайде. Иногда это прямо на проде происходило. Здесь что-то roll face с transparent фоном, что-то как-то так себе, но в целом норм. Но по-прежнему на тот момент я считал, что аналитика это очень простая штука. Вот у нас есть база, мы к ней пристраиваем портал аналитический, начинаем читать данные, пожалуйста, показываем результат. Вот как-то так. Вывод по итогам этой итерации у нас был примерно вот такой. Но не надо использовать рабочую базу для аналитических запросов, это мовитон, это так себе. Ну и, собственно говоря, мы начинаем от этого сетапа дальше развиваться. Делаем все естественно, добавляем redon-le-реплику, пробуем, что из этого выходит. Получается примерно вот так. Так, нагрузка с основного портала ушла, но запросы как были тяжелые, так они тяжелые остались. Сильно ничего не изменилось, система растет, развивается, данных собираем больше, время от времени начинаются какие-то проблемы, мы придумываем какие-то системы кэширования, такие случаи случаются все реже, но тем не менее они есть. Выводов по этому этапу сильно у нас никаких нет. Все те же самые, только мы перестали прокачивать свой скилл на проде. Самый главный вывод, который мы здесь получили, что, похоже, нужно брать что-то более заточенное под специфику аналитики. Так как мы живем в инфраструктуре Амазона, АВС, мы сразу начинаем смотреть, что Амазон может нам предложить под это дело и быстро натыкаемся на redshift. Пробуем, смотрим, колулачная база данных, все как положено. Инфраструктура Амазона, все как нам нравится, низкий порог входа. Redshift основан на движке Postgres, вы прям берете SQL-ники, а из Postgres можете запускать на redshift, практически ничего не преобразовывая, это очень классно, происходит все прозрачно. И, собственно говоря, мы сделали очень простой тест, такой в лоб, взяли, перевезли пару табличек с данными в Redshift, взяли SQL-запрос, такое вот полотно, выполнили на Postgres, выполнили на Redshift, получили рост производительность на порядок. Классно подумали мы, надо переезжать. И здесь мы сталкиваемся с следующей проблемой, как перевозить данные в Redshift. Узнаем аббревиатуру ETL. Я думаю, все в зале знают, что такое ETL. Ну и, собственно говоря, мы читаем, что с этим делают, как это готовят. И вот приходим, как обычно, в любой технологии есть два лагеря. Тех, кто говорит, надо брать готовое, и тех, кто говорит, да там ничего сложного, я здесь исашник накидаю, эти две таблички перевезу, будет вообще огонь, зачем платить там деньги кому-то, что-то еще. В общем, надо делать как-то так. В этот момент я натыкаюсь на интересную статью, посвященную таким же изысканием человека насчет того, как бы сделать гибкое решение, но при этом не сильно углубляться в написание каких-то своих велосипедов. И он рассказывает про сервис Amazon Data Pipeline, который достаточно гибок для того, чтобы прям конкурировать с каким-то самописным решением, заточенным чисто под тебя и не настолько хардкорным. Ну и мы решаем, почему бы нет. Давай попробуем Data Pipeline. Ну и практически сразу мы понимаем, что это гибко, но, мать его, сложно. Вот как-то так выглядит граф для компонентов для перевозки данных из Postgres прямо в Redshift. То есть там ничего не происходит. Данные читаются и перекладываются в Redshift. Вот столько вращающихся там кубиков находится под капотом. У каждого кубика куча параметров. Ну и, соответственно, как вы понимаете, чем больше кубиков в механизме, шестеренок, тем больше возможности стрелять по ногам, не только себе. Ну и, собственно говоря, мы в этих попытках стрелять по ногам начинаем ходить к суппорту. Суппорт нас уже знает. Мы с ним достаточно часто общаемся. По-моему, за два месяца, когда мы пробовали переходить на Data Pipeline, мы разговаривали с суппортом по серьезным проблемам раз в 6 или в 7. Мы с ужасом думали, что будет, когда мы захотим начать преобразовывать какие-то данные в промежутки между тем, как укладываем их в Redshift. И мы представляли, что граф такой, наверное, будет вырастать раза в два. Крайней точкой был вот такой вот тикет. Когда-то у нас была мысль, что нам возможно понравится, но Data Pipeline, некоторые джабы стали время от времени падать, при этом они после падения не оставляли за собой логов. То есть узнать, почему они упали, было невозможно. Мы идем в суппорт, спрашиваем, что нужно было делать, почему теряются логи. И суппорт дает нам вот такой ответ. Ребята, допишите вот такую строчку, и будет все огонь. Ну и как бы я здесь так думаю, ну что-то похоже сервис чересчур прям оверкил какой-то. Здесь надо прям так сильно разбираться, и в какой документации я должен был это прочитать. Ну в общем, в итоге на этой ноте мы закрываем свое общение с Data Pipeline и начинаем искать альтернативы. Понятно, что помимо Data Pipeline мы достаточно быстро натыкаемся на популярный ресурс Stitch, популярный SaaS-сервис. Он в целом оставляет у нас приятные впечатления, но он очень сильно заточен на UI создания этих компонентов. У них есть API, но я не помню, почему-то нас там не сильно их API порадовал. Мы именно разработчики, и нам хочется все это достаточно классно интегрировать в свой процесс, именно continuous delivery, а не накликивать что-то. кроме того, у них была достаточно высокая цена. Они берут деньги за количество перевезенных строчек, что, подсчитав примерные наши объемы, на тот момент мы как бы так немножко расстроились. Параллельно с этим мы узнаем, что Amazon выкатывает новое свое детище, Глу. На тот момент это был достаточно молодой сервис, у него были какие-то проблемы, детские проблемы, болячки были, но они достаточно активно лечились, активно латались, и он был достаточно гибок. К нам это подходило, мы решили попробовать. И знаете, нам понравилось. Мы втянулись, оказалось все не так плохо у Amazon. Достаточно оперативно по нашим запросам, ну как нам кажется, мы приходили к суппорту и говорили, вы знаете, вот здесь вот такой вот косячок, неплохо бы его сделать. И с удивлением обнаружили, что через какое-то время, достаточно обозримое, мы даже еще не успевали забыть о том, что мы обращались на этот счет, эти фишки появлялись в Амазоне. Ну мы надеемся, что это благодаря нам, там кто его знает. Ну собственно говоря, вот с таким сетапом мы начинаем дальше развиваться и переходим вот от такого сетапа, переходим к такому. Теперь наши данные поступают в Глу, там перемалываются, кладутся в Redshift, некоторые данные приезжают к нам на S3, это как правило сторонние сервисы, туда складывают данные, и в итоге наш аналитический портал начинает работать с Redshift. только для получения каких-то реал-тайм-метрик он ходит в нашу Redon-ли-базу. Какие выводы, что мы добились на этом этапе? Прежде всего у нас перформанс стал совсем по-другому, заиграло все, когорты мы смогли уже выгружать, там не за десятки минут, а это уже были минуты. Без всякой оптимизации, просто складывая данные так, как они были у нас, так же перекладывая, получили минуты. По-моему, что-то там минут 12 или 13, но это просто вот, что я помню. У нас продакшн перестал быть связан с аналитикой вообще как-либо. Мы полностью ушли от того, чтобы влиять на наш продакшн. Пользователю, им стало нравиться то, что аналитика работает быстро, то, что многие отчеты можно уже получать как-то не по 40 минут ожидая, а можно что-то там действительно посмотреть. К нам стали приходить с какими-то вопросами, предложениями и новыми отчетами. Ну и, что самое важное, мы в этот момент стали сознавать, что аналитика — это непросто, что построить систему аналитики — это не совсем так, как нам казалось в самом начале. Вывод этого этапа, он достаточно простой. На ETL можно убить кучу времени, можно попробовать пилить что-то свое. Поначалу это будет казаться очень простым каким-то путешествием, не самым сложным. Действительно, можно что-то на коленке наваять, но, правда, здесь лучше не влезать, дальше будет только хуже, поэтому наш опыт — это использовать готовое на этом этапе. Дальше, как я уже сказал, пользователи входят во вкус и начинают поставлять нам новые задачи. Список задач довольно обширен. Прежде всего, поддержка старых репортов, создание новых репортов. Так как это у нас была самописная система аналитики, то мы делали еще и UI, соответственно, в этой системе аналитики, и бэкэнд писали, и данными занимались, и работы над UI занимали достаточно большой процент времени. Нам приходилось писать всякие визуализации, прикручивать фильтры, джаваскриптовые липки какие-то подставлять, которые позволяли перестраивать графики в том или ином виде. В общем, все это отнимало достаточно большое количество времени. Кроме того, к нам приходили по всевозможным одноразовым выгрузкам, сырым. Допустим, нас просили выгружать имейлы пользователей, которые проживают в определенном регионе, чтобы сделать по ним таргетированную рассылку. Не такая уж большая и сложная проблема, тем не менее, время отнимает. Разновидность одноразовых выгрузок – это были какие-то проверки гипотез. Ну, например, у нас была гипотеза о том, что пользователи из южных регионов, они покупают парфюм чаще и больше, чем пользователи из северных регионов. Соответственно, для того, чтобы это проверить, нужно выгрузить данные по продажам северных и южных регионов, как-то разделить эти регионы, и дать эти данные на валидацию человеку, который будет строить на основании этого, какие-то выводы делать. По этой гипотезе, кстати, правда, жители южных регионов чаще покупают парфюм. Еще одна разновидность репортов, которые нам приходилось делать, это одноразовые репорты. То есть не нужен никакой UI, просто нас просили выгрузить эти данные в Excel, там чуть-чуть причесать данные, отдать этот репортик, и он куда-то уходил на сторону. В итоге количество задач у нас было, большое, на тот момент над аналитикой трудились два человека. Соответственно, мы всего не успевали, стали думать, что делать. Вариантов было не так много. Прежде всего, была возможность вести жесткий контроль над задачами, а именно отсекать все задачи, которые выглядели как, ну, такие, не очень уверенные, скорее всего, которые будут сделаны зазря. Но это классно в компании, где уже устоялись процессы, где это можно сказать прямо на входе для большого количества задач. У нас недавний стартап и компания активно развивается, и сказать это уверенно нельзя. Поэтому этот вариант нам не подходил. Второй вариант – это расширять команду разработки. Способ небыстрый, достаточно дорогой и не сильно гарантирующий результат. Четыре человека делают необязательно в два раза больше дел, чем два человека. Сильно зависит. И третий вариант – это дать инструмент какой-то пользователям, с помощью которого они смогут сами находить решение своих проблем. Мы плавно пришли к вопросу поиска своего BI-инструмента. Начали мы искать с Metabase. Это open-source tool, open-source решение для BI. Оно оказалось достаточно сырым, и прежде всего оно нам сразу не подошло, потому что наш существующий функционал в нашем самописном портале мы не могли туда переложить прям сходу. Это сразу поставило крест. Потом всем известное табло, которое оказалось прям гибко для нас и хорошо, но стоило как крыло от Боинга просто для пользователя для одного. А учитывая, что у нас там пользователей где-то с десяток, то мы просто себе не могли это позволить. Дальше мы посмотрели на Amazon QuickSight. Тоже достаточно свежая штука от Амазона на тот момент была, но с UI и с UX там были прям проблемы и тоска, печаль, а так как это не тул для разработчиков, а тул для пользователей, это было достаточно важным моментом. Параллельно с этим мы решили посмотреть еще на Лукер, и здесь было достаточно прикольно. Нам понравилось, он достаточно гибкий оказался, а по цене он составлял меньше стоимости одного разработчика для нас. При этом у ребят действительно классный суппорт. Я сейчас никому толкаю, если есть ребята из Лукера, я потом подойду за деньгами. А суппорт вообще отличный у них, потому что не только они поддерживают пользователей, которые приходят использовать Лукер, но вы можете к нему обратиться с вопросами как разработчик, как сделать какие-то сопряжения с Лукером, и они ищут ответы на эти вопросы, возвращаются к вам и дают действительно дельные советы. Собственно говоря, на Лукере мы остановились, и наш сетап стал выглядеть примерно вот так. Что по итогу этой итерации у нас получилось? Прежде всего, у нас большая часть задач стала решаться без разработки. Вот эти вот спонтанные запросы от пользователей теперь можно было решить накликиванием в Лукере, и делали это отчасти разработчики, отчасти сами пользователи, но тем не менее, времени это стало экономить прямо прилично. У нас был вполне естественный период, когда количество задач, которые на нас свалились, резко вырос. Это период, когда у нас происходило активное внедрение Лукера. У нас было две системы. Мы должны были перевозить старые репорты в новую систему, делать новые репорты, и при этом еще справиться с толпой пользователей, которые приходили и спрашивали, как вообще всем этим пользоваться, потому что никто не ходит на всевозможные онлайн-тренинги и прочий весь этот стафф. Все ходят к разработчикам, спрашивают, как сделать то или другое. Из плохого у нас какое-то время было два источника отчетов. В процессе перевозки отчетов мы, безусловно, нашли, как водится, какое-то количество мелких багов, какие-то неточности в данных, мы их исправляли, и всем пользователям говорили, что теперь правда находится вот в нашем новом биоинструменте, но тем не менее, это нас не спасало. Пользователи приходили и говорили, слушайте, я вот здесь открыл, и здесь открыл, и данные не сходятся, что за фигня. И пользователям приходилось объяснять, искать прямо root cause, почему именно в конкретном в этом случае какая из проблем повлияла на именно это расхождение. Это отнимало время. Ну и само собой, мы стали точно понимать, что аналитика это еще и дорого, не только сложно. Дальше. Вывод по итогам этой итерации, это то, что биоинструмент, дорогое удовольствие, но при должном использовании, и самое главное, при использовании этого инструмента вовремя, он начнет экономить вам прилично времени. С этим придется немножечко побороться со своей жабой внутренней, но биоинструмент того стоит. Теперь немножко про то, как мы получали экспириенс в области обработки данных, приходящих к нам. Проблема в том, что изначально мы думали, что данные достаточно брать из Postgres, прикладывать в Redshift, пристроить какую-то систему визуализации, и все будет классно. Ну, потому что эти данные, они же приходят оттуда, где все правильно. Но это не так. В качестве иллюстрации вот такой вот я вам график покажу. У нас есть на сайте, есть такая очередь, куда пользователи накидывают парфюм, который они хотели бы получить в следующий месяц, через месяц и так далее. Есть у нас уникальные пользователи, которые себе расписали парфюм на 13 лет вперед. Мы таких находили при помесячной получении парфюма. Но есть пользователи, которые себе ничего не положили в очередь, и мы таких пользователей пытаемся мониторить, потому что явно эти пользователи то ли не знают, что выбрать, то ли с ними что-то не так, то ли еще какие-то проблемы. Вот этот график показывает количество пользователей с пустой очередью. Здесь проследуется определенный паттерн, и это абсолютно такое нормальное поведение пользователей, ничего страшного нет. В этот момент мы еще не делаем тестов над данными, мы просто их перевозим и храним. И здесь происходит такая штука. Мы видим какой-то всплеск, мы его увидели постфактум, стали разбираться, что там не так, не смогли найти руткос, не смогли, потому что к этому моменту, когда мы стали копаться в этом, мы только увидели авторшок, а саму причину мы так и не нашли. То ли это была проблема в вышестоящей системе, то ли это была бага в нашей схеме данных, то ли еще что-то, неважно. В общем, как бы мы этот момент упустили. В итоге мы заканчиваем покрывать тестами вот этот кусочек данных, находим эту багу и правим эти данные назад, к нормальному значению. Как видите, график опускается примерно до приемлемого уровня. Потом происходит следующая штука. Ребята на нашем основном сайте вводят новый функционал. И у нас все выглядит вот так. Здесь все еще пока что нормально, но вот этот вот двойной спайк, который вы видите в конце, это ненормальное поведение. Дело в том, что когда у пользователя парфюм, который он заказал, отправляется к нему, этот парфюм изымается из очереди, в итоге длина очереди сокращается на единичку, что в принципе абсолютно логично и окей. И вот эти спайки, которые происходят, они как раз и говорят о том, что вот был момент доставки парфюма, очередь у людей схлопнулась. Но такой спайк должен быть один. В итоге выяснилось, что ребята запилили новый функционал, и по какой-то причине, пока что тоже мы знаем, что это баг, и ребята на основном сайте исследуют, почему это происходит так. Почему-то два раза парфюм был изъят из очереди, но отправлен был всего один. В итоге мы получили вот такую ошибку с данными, которую мы будем думать, что будем с ней делать, когда ребята объясняют нам природу происхождения этого бага. Потом мы видим вот такую штуку, думаем, что ага, опять это баг, но нет, оказывается, что это успешная рекламная кампания, большой поток трафика, и как бы все нормально. Вот эта иллюстрация к тому, что просто данные перекладывать смысла особо нет. Данные постоянно будут как-то вам портить жизнь. Не сами данные, а люди, которые на них влияют. И, собственно говоря, с данными нужно что-то делать. А что делать? С данными нужно делать следующее действие. Преобразовывать данные. Мы преобразовываем данные в Dimension Model. Вы можете преобразовать это в какую-то другую модель, но Dimension Model самая известная для аналитических данных и самая удобная. Дальше. Вам нужно будет хранить какие-то исторические срезы, потому что, скорее всего, у вас ваша оперативная база данных, она хранит текущее состояние по многим вещам. Ну, например, пользователи, которые у вас сегодня живут, вы храните просто их текущее состояние. А сказать, что с ними было вчера, были они подписаны и отписаны, вы можете, ну так, опосредованно или приближенно. Поэтому вам придется делать снайпшот таких таблиц ежедневно, ежечасно, неважно. Это зависит от того, как вы решите, но придется с этим что-то делать. Нужно будет делать фильтрацию данных и делать обогащение данных. Здесь все достаточно понятно. Иногда приходится работать с метаданами. Ну, например, самый простой способ это сбор данных. После приезда очередного бача новой порции данных вам нужно почитать, сколько у вас новых колонок прибавилось в каждой таблице. Не колонок, извините, строк. И для особо тяжелых репортов вам придется делать прикалькуляцию. Прикалькуляция позволяет ускорить работу каких-то репортов, но это все тоже придется делать. И еще один момент. Вам придется валидировать данные. Это как раз очень сильно соотносится с тем графиком, который я вам показал до этого. Нужно будет детектить, что происходит с данными, находить какие-то аномалии, на них как-то реагировать. То ли репортить, то ли исправлять, то ли просто предупреждать пользователя о том, что вот здесь у нас есть аномалия, мы с ней ничего не можем сделать, но вы имейте в виду. Вот, собственно говоря, список того, что нужно делать. Мы примерно такой опыт набрали. И преобразование данных вот в этой аббревиатуре – это буковка T, ETL. Мы стали искать, чем мы можем эту буковку T закрыть, каким салюшеном. Попробовали тот же глу. Оказалось, что глу для трансформейшн подходит так себе. Мы даже смогли несколько раз отправить в out-of-memory. Суппорт подтвердил, что это бага. Пока что они с этим ничего не могут сделать и остается только ждать. Может быть, они уже починили, не знаю, но мы стали искать другие решения и нашли DBT-тул. Достаточно прикольная штука. Она использует другую концепцию. Преобразование данных происходит не в памяти, как, допустим, углу, а после переезда данных с РЭХ в Redshift преобразование данных происходит в Redshift. Как это выглядит? Вот примерно вот так. У вас есть схема с таблицами с сырыми данными, куда вы просто перевозите данные как есть. Потом DBT запускает последовательность скриптов SQL-ных, которые преобразуют данные, перекладывают в другую схему и на эту схему уже смотрят BI-ная тула. Собственно говоря, вы делаете такое преобразование данных не in memory, а in place. Кто знает, что такое DBT-тула, если вообще есть люди такие в зале? Окей, тогда я пробегусь быстренько по фичам. Все, что в DBT-туле делается, это делается из последовательности селектов. Результат любого селекта он может быть заперсистен как табличка или как табличка в памяти. И селекты можно выстраивать в цепочке, ссылаясь один селект на другой. Таким образом, у вас сделается абсолютно такая логичная и понятная цепочка из преобразований над данными, которые вы можете делать. Это очень удобно. Там из коробки есть инкрементальная обработка, то есть вы можете обработать только новые данные, которые приехали у вас с очередным бачом, и вы можете делать снэпшоты тоже из коробки, снимать как раз те самые real-time демные в снэпшотах. Что очень мне нравится как разработчика, это то, что через этот ULU можно съезжать сложности скользь запросов. Фактически вы выстраиваете цепочку из селектов, вы переходите на новый уровень абстракции работы с селектами, а не делая такие полотна. На самом деле под капотом это будет конструкция виз, CTE-конструкция. Деперформанса, возможно, не так классно, но читабельность улучшается прям вообще на порядок. Там есть встроенный механизм проверки приехавших данных по констрейнтам. Это очень круто, это позволяет ловить кучу ошибок и кучу проблем в данных. И кроме того, вы можете написать кастомные тесты на данные. Это то, что позволяет вам делать специфику своего бизнеса внутри данных, валидировать ее как-то. Собственно говоря, а, ну да, это open-source тулла, разрабатывают ребята из Fish Town Analytics, у них есть свой Slack channel, достаточно активная комьюнити, и тулла развивается. Это дает такую надежду, что все будет гуд с этой штукой. Пока что мы используем, и нам нравится. И, собственно говоря, с этой туллой наш сетап стал выглядеть вот примерно вот так вот. мы ее добавили к Redshift и пока что живем с этим сетапом. Аналитический портал старый мы практически задикомислили, в него уже никто не ходит, мы пока что испытываем такой период, в котором мы ждем вот этот санитарный период, когда точно это не нужно будет никому, и будем его выключать, полностью оставаться на лойке. Что по итогу? А, ну да, вывод-то по этой итерации-то какой? А и вывод, что данных не бывает идеальных. Вам придется всегда иметь дело с какой-то проблемой. Идеальные данные это лишь идеал, к которому стоит стремиться, но такого не будет никогда. По итогу, с таким сетапом, чего мы добились? Прежде всего, наши когорты сейчас строятся где-то около двух минут, чуть меньше, но примерно типа того. У нас появились пользователи, которые сами через лукер задают вопросы, сами находят ответы на них и даже делают очень классные графики намного лучше, чем это могут сделать разработчики. Это сильно разгружает команду разработки. У нас достаточно мощная гибкость появилась благодаря DBT-Tule. Мы можем строить такие пайплайны по преобразованию данных, которые просто больше нашей фантазии ограничены и потребностями. И все это масштабируется за счет АВС. По большому счету преобразование данных и работа всей аналитики сейчас завязана на Redshift. Redshift скелится достаточно классно и мы пока что не испытываем проблем с тем, как он скелится. Просто добавляем новые машины, когда нам нужно, и это работает. Мы храним данные на максимально доступную и возможную глубину. Многие сервисы берут дополнительные деньги за то, чтобы хранить данные, например, на период больше чем год. Мы делаем это на глубину вообще своего существования. Мы храним данные насколько хотим. Это стоит достаточно дешево по сравнению со сторонними сервисами, но тем не менее. И аналитика это просто. Это как кататься на велосипеде, который горит, и ты горишь, и все горит, и ты в аду. Но на самом деле это сложно и дорого. Правда. Это сложно и дорого. Не все так просто, но если вам нужна гибкость, если вам нужны какие-то нужна готовность к переменам, то вам вряд ли подойдет салюшен, который вам будут давать из коробки толпа консультантов, которые будут приезжать обследовать ваш бизнес, настраивать и пробивать воздействию какую-то большую систему за бешеные деньги. Скорее всего вам так или иначе придется касаться этого момента. Как построить аналитику? В итоге на последнем слайде я свел все выводы, которые я на протяжении всего доклада рассказывал, но я здесь кратко остановлюсь на том, что все классно в свое время. То, что не нужно использовать рабочую BD, это прям можно вообще. Прям вы только стартанули, прекращаете использовать рабочую базу данных для аналитических запросов. Специализированные BD можно использовать, когда вы там чуть-чуть подрастете. Там же и ETL вы начнете использовать. С BI-инструментом нужно четко понимать, что это дорого, и вам туда нужно переходить, когда вы уже действительно созрели, когда вы чувствуете, что это вам нужно, потому что до этого момента вы вполне можете обходиться каким-то оплосорфным решением или каким-то наколеночным решением не очень сложного строения, то есть в целом здесь сразу кидаться на BI-инструмент смысла нет. Ну и то, что самое важное, наверное, и самое, возможно, неочевидное, то, что данные придется постоянно мониторить, и с ними придется делать что-то, чтобы они были правильные. Вам постоянно будут мешать, постоянно вкидывать какую-то, простите, дичь в эти данные, и с этим придется как-то жить. Поэтому, собственно говоря, нужно быть к этому готовым, и что здесь, какой вывод можно сделать, то, что данные нужно начинать тестировать как можно раньше. Чем раньше вы начнете, тем меньше у вас будет legacy данных, которые вы не можете использовать в своей аналитической системе. Пожалуй, у меня все. Давайте перейдем к вопросам. Спасибо. Спасибо за доклад. Иван, скажи, пожалуйста, собственно, объем данных, с которыми вы работаете, это какой? Это миллиарды, миллионы? О чем речь? Если мы говорим в строках, я не скажу, в терабайтах, мы сейчас подбираемся к первому терабайту, у нас около что-то 800 гигабайт данных на данный момент накоплено в нашей аналитической системе. Так, и еще вопрос, сталкивались ли вы с необходимостью защиты данных? Я просто прослушал, сколько у вас пользователей этих данных, раздаете ли вы их кому-то, и есть ли необходимость в защите, пользуетесь. Необходимости в защите у нас на данный момент как таковой нет, то есть мы пользуемся стандартными средствами лукера, которые делают там, логины, пароли раздаются, соответственно, внутри компании пользователям, да, пока что над этим вопросом мы не задумывались. То есть мы используем просто лукер как готовое решение, в котором встроены механизмы для контроля доступа. пользователей примерно где-то, ну полтора десятка у нас, наверное, со стороны бизнесовых ребят. А в лукере есть ли механизмы шифрования и токенизации? Такой вопрос. Ну если мы, например, захотим какие-то данные скрывать? Не скажу. Честно, не интересовался этим вопросом, пока что не сталкивались. То есть я не готов ответить на этот вопрос, но можно поискать. Я думаю, что лукер что-то на этот счет 100% имеет, потому что достаточно интересная эта ула, большая. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я, может, прослушал, сколько по времени эта история заняла? Почти два года. А второй вопрос. Вы как-то реализовали такой кейс, когда пользователь хочет как-то сам обогатить данные с какой-то своей группировкой? Нет, такого кейса мы не реализовывали, но мы, честно говоря, не сталкивались с таким кейсом, что пользователь пришел и говорит, вот я хочу обогатить. Как правило, к нам приходят и говорят, у меня здесь есть данные и можно мне еще сюда вот что-то добавить? Есть у вас такое? И мы смотрим в нашей рабочей базе, примерно прикидываем и говорим, да, мы можем добавить и мы перевозим. А чтобы пользователь пришел со своим CSW-шником, что-то такое, то есть такого не было, таких кейсов не было. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, тот этап, когда вы говорите, что требуется валидация данных, что надо тестировать данные как можно раньше, кто этим занимается? То есть этим занимаются разработчики или какие-то уже коллеги ваши от аналитики, не знаю, кто наиболее озабочен данными? Здесь, смотрите, здесь нужно разделять, что вы подразумеваете под словом тестирование, потому что я в своем докладе говорил про автоматизированное тестирование. То есть DBT-тул, о котором я рассказывал, он позволяет делать автоматизированные тесты. Вы при каждой заливке новых данных прогоняете тесты и верифицируете, что новые данные они по этим тестам пройдут, что не будет каких-то проблем. А если мы говорим про то, что есть какое-то ручное тестирование, какая-то валидация того, что там паттерны, вот как я показывал на графике, они устраивают, то безусловно эти вещи так или иначе они всплывают в процессе использования бизнес-пользователей. У нас специализировано людей, которые занимаются тестированием данных, нет. То есть в процессе эксплуатации системы так или иначе что-то вылезает. Мы стараемся эти кейсы, которые вылезают при таком приручном наблюдении, ручное наблюдение, очень интересный термин, мы пытаемся покрыть их автоматизированными тестами, чтобы больше не наступать на эти грабли. Но на самом деле даже тестные констрейнты покрывают такое количество кривых данных, что вообще… То есть новые тесты появляются в момент, когда у вас расширяется модель данных или когда происходят какие-то изменения в бизнес-процессах? Они появляются в двух случаях. Это как с юнит-тестами. У вас появился новый функционал или вы наступили на какую-то багу, которая выстрелила, вы ее починили и вы хотите убедиться, что она больше не будет воспроизводиться. То есть вы пишете тест, которым потом чините эти данные, с помощью которого чините эти данные и таким образом валидируете, что больше вы в эту ситуацию не попадете. И вот еще тоже задавал коллега вопрос про безопасность. То есть у вас в системе какие-то персональные данные вообще по лицельске есть или они как-то отрезаются и как-то агрегируются вот с точки зрения вот этой? Персональные данные пользователей, да, есть платежные данные, которые связаны там с карточками и с прочими вещами, да, они безусловно отрезаются, но данные, например, адрес человека и имя, фамилия это у нас хранится. То есть и оно находится на данный момент пока что доступно всем пользователям по таким причинам, наверное, больше историческим мы на таком на подъеме и мы учимся ходить, да, как-то с этими данными там сталкиваться и не так много людей пока что хотят эти данные. Как правило, это какой-нибудь кастомер-суппорт, к которому обращаются, что вы знаете, у меня есть посылка потерялась и им нужно по эти данные заглянуть, чтобы понять, куда она шла, каким бачом она была отправлена, где потерялась. То есть как-то так пока что мы не решаем эту проблему. Вопрос такой, получается, вы используете read-only базу для генерации отчетов, а есть ли какие-то тулзы у вас разработанные, которые обеспечивают консистентность данных между рабочей базой и базой для отчетов? Смотрите, здесь не совсем так. Мы используем read-only базу для того, чтобы она была источником для ETL-процесса. Если вы про вопрос, как мы обеспечим консистентность данных между мастер и read-only базой, то есть на уровне Postgres, то это все решается средствами Амазона. Там read-only реплика разворачивается в два клика и даже если не было Амазона, Postgres поддерживает создание read-only реплики сейчас из коробки. Сделать проблем никаких нет. Там у вас будет небольшой гэп, где-то секунды 4-5 между данными в мастере и в слейве. и по большому счету на этом все. Ну там есть, конечно, свои приколы, если там делать тяжелые запросы, но если просто для чтения такого посрочного, то проблем сильно никаких не было. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня пара вопросов по поводу выбора ETL-инструментов. Вы, я вижу, не рассматривали всякие Enterprise ETL-инструменты, например, Pentahoo, Pentahoo, Kettle, например, что там еще? Ну неважно, не рассматривали, да. А почему не рассматривали? Потому что мы не Enterprise. Ну они же это другие цены. Они большие и бесплатные. Я не уверен, что я знаю, о чем вы говорите, да, но просто слово Enterprise у меня сразу ассоциируется, что это такая толпа людей, которые приходят, врываются, берут много денег и потом начинают все это внедрять. Возможно, я не прав. Если это пансорсное решение, оно Enterprise, ну такое странное сочетание получается тогда. Например, вы наверняка знаете о компании Red Hat, да? она преследует такие цели, что вроде бы как Enterprise, но она Open Source укладывается. Ну у нас… Пентаха тоже самое делает. Вот такой вот путь. Мы прошли его, вот я постарался показать, то есть что нам попадало на радары, да, с чем мы поработали и на что мы посмотрели, из чего мы сделали выбор. Он, конечно, не окончательный. Система будет развиваться, возможно, мы будем переходить на другие решения. То, что мы не смогли досмотреть все, но мне кажется, это тоже естественно. Есть и области знаний, в которых все альтернативы очень сложно покрыть. Как-то так. Я вспомнил, Jasper Report. Тоже не сталкивался, не знаю. Хорошо. Вы сказали, вы строили модели по дименшинам, да? Угу. Это, я правильно понимаю, это Allap-кубы, да? Да. Использовали. Ну там, по поводу безопасности и скрытия, там есть встроенные расширения в Allap-ах, поэтому, так сказать, вы можете это применить, если вдруг… Ну, я думаю, да, если мы подойдем к этому решению, ну, не если, а когда, да, мы подойдем к этому вопросу, то мы будем смотреть на какие-то решения, 100% что-то есть готовое, мы же не первые ходим, не первые катаемся на этой карусели. И последнее, что я хотел спросить, вот вы говорите о том, что нужно делать срезы, вот эти, ну, типа, мастер-база у нас хранит, ну, текущее состояние пользователей, да, вот, вы хотите, типа, хранить временные какие-то срезы, а как вы сейчас это делаете? Мы делаем это на данный момент посредством… Ну, делается достаточно просто. Вы читаете текущее состояние таблицы, и в Redshift, в целевой базе, вы просто это текущее состояние оснабжаете дополнительной, дополнительной колонкой, где проставляете сегодняшнюю дату, то есть дату среза. Мы снимаем срезы раз в сутки, в итоге у нас просто есть таблица, в которой мы такие партиции складываем, да, и фактически имеем срез по истории одной таблицы, чтобы с ней потом работать можно было, сказать, в каком она была состоянии в тот или иной день. Понятно, то есть изменения в течение дня вас не интересуют, да? На данный момент нет, то есть нас устраивает суточная инкрементальность, нас такая гранулярность пока что вполне устраивает. Спасибо. Спасибо за доклад. Хотелось бы благодарить, что вы рассказали свою историю. И вот после вашего доклада, наверное, количество подписчиков увеличится. И есть ли какой-то предел Redshift, чтобы там крутить данные, то есть там больше терабайта и сколько? Насколько вы рассчитываете жить на этом инструменте? Честно скажу, что я не знаю, какой предел верхний у Redshift. На данный момент мы масштабируем Redshift, исходя из объема, который Redshift нам дает, потому что наращивать сервера Redshift, там такая система, что когда добавляешь новый инстанс, у вас объем хранилища еще увеличивается. То есть если вы хотите хранить больше, то вам нужно наращивать мощность кластера. И вторая метрика это скорость преобразования данных, которую мы получаем. Мы стараемся поддерживать где-то в промежутке 20-30 минут на вот этот весь процесс преобразования сырых данных готовые. Как только мы выходим за этот порог, мы начинаем смотреть, что мы можем оптимизировать. Если мы не можем, то мы добавляем новую машину. У нас сейчас по-моему 6 машин по-моему стоит Redshift и пока что мы не чувствуем, что где-то мы будем опираться. Но у нас данные, но объем еще не те, поэтому мы как бы не чувствуем опасность. А количество коннекшенов как-то ограничено у Redshift? Например, у Postgres там 200 уже, там нужно думать что-то. Ну на самом деле у нас здесь количество коннекшенов очень лимитировано в плане, не в плане того, что Redshift не позволяет больше, а по-моему у нас сейчас около 20 коннекшенов к Redshift это просто сводится как раз к тому, что не так много пользователей, которые ходят в Redshift и они ходят через абсолютно понятные нам пути. Они туда попадают, проблем с коннекшенами тоже нет. А ИТЛ инструмент он не гениальный? У ТЛ инструмента мы, у Redshift есть интересная штука, это очередь запросов, она там настраивается особым образом и мы под ИТЛ настроили отдельный кью запросов, у него отдельный пользователь и там как бы контролируется это все прям на пользователе под ИТЛ, чтобы он имел отдельный приоритет по запросам и не нагружал, не забирал ресурсы у людей, которые сейчас, например, работают с этой системой. То есть там это можно настроить, да. Спасибо за вопросов, время их вышло, вы можете продолжить дискуссии в зоне для дискуссий. Все. Выберите, пожалуйста, лучший, самый интересный вопрос. Как обычно это сложно. Вот мне запомнился вопрос молодого человека. Я думаю, что можно туда приз передать. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok